Всем привет! Меня зовут Дина. В третьей части мастер-класса по вязанию плюшевого долматинца мы довяжем с вами тело, свяжем голову и мордочку. Ну что, давайте начнем! Продолжаем вязать. В следующем ряду вяжем 13 столбиков, потом 8 убавок и до конца ряда 15 столбиков. В конце ряда должно получиться 36 петель. 13 столбиков, 8 убавок и до конца ряда 15 столбиков. Не забывайте сохранять рисунок. Этот ряд я провязала. Следующий 14 ряд вяжем по схеме 9 столбиков, 8 убавок, 11 столбиков. И в конце ряда должно получиться 28 петель. 9 столбиков, 8 убавок, 11 столбиков. И добавим потом еще наполнителя. Еще один ряд провязали. Следующий 15 ряд вяжем по схеме 8 столбиков, 4 убавки, 12 столбиков. И в конце ряда получится 24 петли. Деталь набивайте постепенно. Мы уже тут заканчиваем вязание тела и будем переходить на голову. Значит, еще раз. 8 столбиков, 4 убавки, 12 столбиков. Провязываем самостоятельно. Следующий ряд, 16 вяжем 2 столбика, убавка. Так 6 раз и в конце ряда будет 18 петель. И следующий 17, 18, 2 ряда мы вяжем по кругу без изменений по 18 столбиков. Добавляем наполнитель и переходим на голову. Значит, сейчас вяжем 2 столбика, убавка и 2 ряда по кругу без изменений. 2 ряда я провязала, игрушку поплотнее набила. И переходим к вязанию головы. Здесь нам нужно будет переставить маркер. Начало ряда. Значит, вот складываем пополам. И вот где-то сзади головы в этой петле должен начинаться у нас первый ряд. Поэтому вот здесь вот провяжите петли и поставьте вот сюда вот маркер. И следующий ряд у нас будет 18 прибавок. Так, значит, сейчас просто довяжем 1. Так, у меня получилось 9 петель. Вы ориентируйтесь по своему вязанию, потому что у кого-то могут быть смещения, у кого-то нет. Главное, чтобы вот здесь прям четко было ровно. Иначе у нас потом будут перекосы при вязании. Вяжем 18 прибавок. То есть по 2 столбика в каждую петлю. Так, прибавки я сделала. Черную нить я обрезала, пока она мне не мешала. Следующее. Смотрите, 3 ряда вяжем по такой схеме. Здесь у нас будет прибавки. Так, значит, 20 ряд, 5 столбиков прибавка. Итак, 6 раз в конце должно получиться 42 петли. 21 ряд, 6 столбиков прибавка. И так тоже 6 раз. В конце должно быть 48 столбиков. И третий ряд, 22, 7 столбиков прибавка. Итак, 6 раз в конце 54 столбика. То есть у нас вот приблизительно настолько должно прибавиться еще. То есть мы сейчас вяжем именно прибавками. 5 столбиков, 6 столбиков и 7 столбиков прибавок 6 раз. В последнем ряду должно получиться 54 столбика. Вяжем самостоятельно. Эти ряды я провязала. Теперь нам нужно будет ввязывать мордочку. Давайте свяжем мордочку. Берем белую нить. Крючок номер 3. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка вяжем в обратном направлении по кругу. Так, 1, 2, 3, 4. В пятую петлю делаем 3 столбика без накида. Как прибавку. 3 столбика. 2, 3. Поворачиваем вязание. Вяжем по другой стороне. 1, 2, 3, 4. И снова 3 столбика. 1, 2, 3. Затем вяжем по кругу. Так вот, смотрите, чтобы петли не убежали. Вот я вижу, что она уже спряталась. Так, первое. Маркер поставили. 14, 15. Так, провязали. Дальше мы вяжем 3 ряда по кругу без изменений. Вот такая деталь должна у вас получиться. Нить обрезаем. Хвостик прячем. И сейчас будем вязать мордочку. Тут тоже есть свои нюансы. Надо будет очень внимательно вам ее вязать. Потому что там может мордочку перекосить, если вдруг вы неправильно просчитаете петли. Смотрите. Так. У меня здесь была одна провязана одна петля смещения, чтобы маркер был строго сзади. по центру берете вот так вот игрушку, складываете пополам, проверяете, чтобы вот этот маркер был посередине, сзади. Прямо все вот так вот ровненько-ровненько вымеряете. и мордочка и мордочка у нас будет идти вот в этом месте. За 8 петель мы будем ее привязывать, точнее, связывать с головой. Поэтому 4 здесь должно быть и 4 здесь петли. поэтому ориентируйтесь, как у вас получается. Просто это нужно будет прям очень хорошо выровнять, чтобы четко было. Иначе не получится ровно сделать. Мордочка куда-нибудь уведет вправо или влево. Поэтому так давайте еще раз все вымеряем и провяжем как раз до места, где будет вязываться мордочка. Так. Смотрите, у меня получается здесь 23 петли. Берем мордочку и вместе с головой провязываем 8 столбиков. 1 2 3 4 5 6 7 и 8 так. Главное смотреть внимательно, чтобы не потерять петли. 8 и до конца ряда 23 петли провязываем. Этот ряд я до конца провязала 23. Снова вяжем следующий ряд так же до мордочки 23 ряда. Так как здесь уже будет идти подъем, можно будет начать вязать пятнышки. То есть здесь сделаем смену нитей в любых местах. 23 столбика я провязала с пятнышками. Переходим на мордочку. Захватываем одну петлю с мордочки, одну с тела. Провязываем столбиком. Дальше вяжем по голове 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 И снова захватываем одну петлю на морде одну на голове. Провязываем и до конца ряда вяжем без изменений 23 столбика. В мордочку можно добавить чуть-чуть наполнителя. Этот ряд я довязала в мордочку добавила наполнителя. Смотрите, если у вас вот такие носики с заглушкой, то самое время его поставить. То есть по центру вот так прям берете и закрепляете. Я буду носик приклеивать вот такой вот, потому что это маленький носик, он кошачий. А вот этот будет в самый раз. Но если у вас есть такой же, только побольше, уже можете вставлять его. Так как я буду приклеивать, приклеивать, я его попозже приклею. Так, получается в этом ряду у нас 54 столбика получилось. Затем мы вяжем снова до мордочки 7 столбиков убавка. И так два раза до мордочки. Сохраняем рисунок по-прежнему. Вяжете самостоятельно. 7 столбиков убавка. два раза. Так, 7 столбиков убавка я довязала. До мордочки у нас остается 6 петель. Их мы провязываем один. Затем берем одну петлю на мордочке и провязываем ее. Следующее. Идем по голове. Так, вяжем по голове. Получается один столбик без накида, убавка и три столбика по голове. Так, два, три. Затем снова захватываем на мордочке, только на мордочке петлю. не хочет захватываться. Так, провязываем. Так, секундочку. захватываем нить, провязываем. Затем вяжем четыре столбика. Один, два, три, четыре. Так, делаем убавку. убавка. И до конца ряда семь столбиков убавка два раза. Так же, как и с этой стороны. провязала. провязала я до конца этот ряд. Следующий у нас получилось здесь пятьдесят столбиков. Следующий ряд мы вяжем двадцать два столбика до мордочки. провязали. Так, Затем захватываем петлю на морде и петлю на голове. Провязываем. Затем по голове вяжем три столбика. Один, два, три, так, три, четыре, четыре столбика, точнее, четыре. И одну петлю захватываем на морде, одну на голове. Если надо, добавьте еще наполнители. Одну петлю пропускаем и вяжем до конца ряда без изменений. Так, этот ряд я провязала. Получается, здесь у нас должно быть сорок восемь столбиков. В этом ряду следующий ряд мы вяжем шесть столбиков убавкой, так, два раза по этой стороне. шесть столбиков убавка. Следующий вяжем шесть столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Потом мы переходим на мордочку. делаем так, значит, вяжем один столбик, убавка, один столбик. Игрушка получается большая, поэтому поэтому уже чуть ли не впритык к камере вяжу. Затем делаем так, провязываем убавку сделали, делаем четыре столбика. столбик. Один, два, три, четыре, 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 столбика. делаем убавку. Снова шесть столбиков, убавка до конца ряда. 42 столбика у вас должно получиться в этом ряду. Следующий ряд мы вяжем пять столбиков, убавка, и так шесть раз, в конце ряда будет 36 столбиков, и следующий ряд четыре столбика, убавка тоже шесть раз, и в конце ряда будет 30 столбиков. Потом эти 30 столбиков мы просто провяжем по кругу. Так, сейчас мы вяжем пять столбиков, убавка, потом четыре столбика, убавка. Так, эти два ряда я провязала. Следующий тридцатый ряд мы вяжем по кругу без изменений 30 столбиков без накида. тридцатый один ряд точно так же. Потом следующий ряд мы будем вязать три столбика убавка. И так шесть раз. В конце ряда должно получиться 24 петли. Значит, сейчас вяжем по кругу два ряда без изменений. так вот я провязала еще 30 столбиков по кругу, вставила глазки. Здесь расстояние должно быть четыре столбика. Наполнила игрушку и следующие ряды мы завершаем убавками. Значит, три ряда по схеме. Два столбика убавка, один столбик убавка и шесть столбиков убавка. И у нас закроется полностью голова. Вяжем самостоятельно. Вот такая голова у вас должна получиться. Здесь я закончила все убавками. Теперь нам нужно будет связать ушки.